так control alt f так стримчик запустил ладно собственно всем привет нет я бы даже сказал всем приветище сегодня последним клан вар в рамках в рамках лиги 1 т.л. джейджи джонер с отлично собственно ну ладно пускай пускай ничего там плохого нету red вышел в gmail чё за прикол чудо прикол реально рад вышел в гмл или может это этот гмл а понятно ясно понятно это гмл вола я уже просто испугался страшно что количество осталось у меня вообще не радует нет здесь все по максимуму отключена здесь пошла на вроде все работает ладно мы в игре минуты я уж испугался red в гмл вышел думаю что-то случилось совсем печально вот 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 стоит вот записывается если что на всякий случай зачем честно не пойму зачем менять название канала у меня в описании написано то что что я сегодня стримлю так что левую точно не не зайду и написано то что таковы написано какая лиги от написано название команд микрофон то хоть включен на включен вообще на первую карту решили выбрать зергам выбор стоял между игроком подникнемом кисунец и рузерга рузерга зашел на такой непаливный аккаунт совсем он играет в основном не на нем тут на тут не бой не сыграно тут вообще платиновая лига так что это такой аккаунт не публично я бы так сказал не хочет палить сопернику абсолютно ничего что в принципе правильным а зерг зерга выбрали в связи с картой карта вихрь рв что мне кажется громковато а шуши режет и собственно как раз вот на вихре зергу играть удобнее всего запрыгивает еще миксер а аля ведущий так что по идее должен будет кикнуть конечно созвонятся да не нормально задержка поставил вроде как 120 секунд так что должно быть норм да миксера кикают два стримера точнее стримерской аппарат реда и торка можно будет в принципе если будет совсем совсем лень позвать комментировать или гарда а он вышел ну ладно пускай это если будет совсем совсем лень а так у нас вообще не планировал стримить давайте пока посмотрим как играет у нас darkest да но стата 50 на 50 примерно птс не сильно много ну тут такой приличный дивизион в принципе на нормальном такой средненький мид мл продав как раз вот не претендующий на топ мл вымашнил все права судьи на всякий случай что чтоб вообще не так не могли кикнуть даже при большом желании ну и наконец-то начинается игра карта у нас обычная ладерная биха и рв она же вирал винт карта на четырех игроков характерная достаточно широким проходом на натурале широкой рампой которую очень очень непросто застраивать большим большим мейном что как бы одновременно и плюс и минус минус в начале игры то есть уязвимость от всяких ниндусов нужно тратить деньги нужно в некоторых случаях отвлекать рабочих ставить их на патруль к примеру если будет агрессия с помощью ниндуса на самом деле это очень очень опасно особенно сейчас в ходе когда эзерге активно на т2 используют гидру так что большой мейн это не всегда плюс сразу нажимаем табличечки и у нас от и отлично на самом деле кросс позиции у игроков darkest находится на на скольки это на 11 часах рузерк находится на 5 гоу ли что случилось лагая не у меня все норм вообще ничего странным очень странно что хотел сделать рузерк непонятно 10 дронов овердрон это в последнее время не очень так посматриваю чатик если что пишите я зашел рузерк запрыгнем к нему так и 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 Продолжение следует... 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 оставляю ее до лучших времен они нормально стенка вышла дырочкой в одну клетку думал что корявого и ну ладно давайте руси и должен быть скоро уже добавить газ хотя бы один любая скоро либо два позже так как нужно будет сделать мув до какого-либо раннего под напряга со стороны тоса а что будет от тоса до пошел быстро плюс один и это будет какая-либо гейтовая агрессия ибо плюс один так рано не нужен вообще вот странно в нынешнем нынешнем zvp видеть не stargate открытие видеть гейтовую агрессию какую-либо потому что мута стала в разы опасней и с ней сейчас уже не справиться без помощи фениксов много-много дронов пошли тут два газа розерк добавляет рочь варон здесь почему-то мне кажется что будет четыре гейта под пуш должен быть один гейт добавлен дороги на 4 гейта рабов на моей не ровно 16 здесь 10 надо да все хорошо все хорошо делает протас огонь это веров зачем тыкать у грамотно подсветил ну и что амакора и сейчас так многие делают розерк судя по всему нашел проточек пробочку зеленого протаса и да то сначала проходить а это веселее чем я думал это будет аллы это будет аллы на дар каста он достраивает четырем где там еще четыре и того будет восемь только здесь два раба он не доделал все-таки и еще один минус в том то что здесь не закрыл могут добежать просто и бежать ингрессе это нафиг да вот рузерк пытается встретить своего оппонента 4 гитовую агрессию но ему очень важно догадаться то есть ему очень важно будет потом замутировать здесь я не успеет не успеет он разведать еще эти другие плюс гейты уже пусть и собачку к майну да 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 и вот сейчас он должен увидеть то что здесь мясо потом этим овером должен быть спали здесь то что здесь мясо и надо ему как-то готовится маситься чтобы встретить все это дело экономика на третий базе у него очень очень плохо раскачано 4 газа мне кажется что он как-то готовится переходить в мутку потому что газа 700 он у вас копил очень очень много и он откровенно говоря им как-то не готовится вообще встречать вот то что сейчас идет да вот сейчас оверопалит выход и да нужно срочно заказываться розергу а у него соплей блок а тут гидрайв дэн пошел еще скорость врача а закопка есть нет закопки нет убежала а да 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 отменяется отменяется пилончик это замедлить продвижение протаса долгое время как же он коряво все делали гейт не открыл все у него плохо у этого протаса пробку отдал пилон ближе не отдал все отдал так розерга опять упирается в соплей блок но он при этом постоянно тратит ресурсы нет 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 нельзя играться нельзя играть не зачем драться немовленными рачами вне клипа настраиваются еще врачи и сейчас время играет совершенно не на не на руку тосу вот это вот промедление на руси от готовится заходит заходит до собачки хорошо зашли вот рачи рачи кидается отличный товар ничего не понятно пока еще там есть заказ хороший но важно как его встретить зерк потому что до собачки по предоставленных сторон в разное время поэтому реально важно как он его встретит мув врачей уже есть ух ты какие они шустренькие то покрепу да пробегают на третью базу а у тоса здесь нету близко под варпа да сейчас здесь пытается немножко штрафами пропаса потому что он так далеко зашел без крылонов и без животов кидается еще один отличный тайм варп на рачей да и вот здесь уже зергу надо отходить здесь уже зергу надо отходить хотя мы зергу уже я у честно говоря на то что здесь тос варпет не варпет дилов талкиров не важно у него микс рачи приличное количество плюс собаки постоянно заказ о так еще призма проба сверх странная страта делаешь 8 гейта лын делай 8 гейта лын не мудри с роботиксами там не строчек с этим давно пришел беспалевно почистил мазер кором все по пути пришел поставил пилоны сделал под варп забрел все больше ничего не требуется он же здесь что-то развел призмой пробку отдал пилон отдал сейчас даже центре не варпает умирает потолочка зерк ломится но зря зря это слив это определенный слив здесь будет нужно перестраиваться нужно готовиться к следующему выходу протаса нужно не дать им поставить третью локацию нужно доделать свою экономику и нужно перейти в гидролисков уже добавляется две эволюционные камеры их скорее всего придут рейды дальние раньше на атаку пойдет плюс один и плюс один на защиту наземной войска да это снова выходит только на этот раз уже есть небольшая прослойчка гидролисков ну собаками ну собаками на зелоту с плюс один ну зачем грейжными топсами подходит до текания и в принципе да гидра наносит свой дпс таких тут и совсем совсем немного но дальность я так понимаю у них есть 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 отлично и тос должен будет здесь развалиться под микрилайд титровый зерк хотя я думаю потому что это уже не обязательно даже можно напинать еще этой призме на всякий случай ну и собственно говоря тос оказывается в полной копии бусты он не тратит 100 бустов в nexus на натурале лимит в два раза больше у зерга экономика лучше тут даже как бы разговоров нет по этому поводу и да зерк заказывает плюс один на защиту и плюс один на наземную атаку дальнего боя на все правильно сказал ну выходи уже не интересно но не интересно как то выйдешь колоссов там честно не интересно это уже не видишь сейчас умрет кибернетка нельзя будет подвар по центре и зерк зайдет а если зерк зайдет это пожалуй самая бесполезная трата энергии которая сейчас могла бы быть надо было кидать пушку надо было кидать пушку это все это и за провал баркест это понимает пишет gg выходит еще становится 10 в пользу команды нашли гейм джуниор и 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 собственно говоря ждем инвайта в следующую игру и 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 Продолжение следует... 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 здесь два гита видит а нет дырка здесь нифига себе неплохо вышло только чё-то я сомневаюсь тоже здесь все-таки клетка хотя наверно все-таки клетка до сих пор то сыграет с одного газа он не строил форжу у него зачем-то идет положение в 3 гита 4 гита пробка здесь пробка там на это будет какой-то под пуш загружается эта пробочка stargate что что вообще нелогично честно вообще нелогично он столько играл с одного он начал открываться через гей он играл с одного газа сейчас он добавляет еще один газ добавил 4 гита то есть он не добавил фарши даже он добавил 4 гита открывает их хотя уже пилом в атаке сгрызли и теперь добавлять stargate это вообще ни черта не логично ну арузьяк все-таки понял то что никакой агрессии не будет вот сейчас вот уже то шаги ты все-таки о чем-то эти могли говорить плане того что то смог напрячь и начал активно вкладываться в экономику и сейчас добавил короче варан 1 stargate роба феникса феникса и и что это у нас будет пошла фаржа отличный тайминговая фаржа плюс один будет вовремя и пошли феникс задача такого феникса я как понимаю если конечно то что сейчас происходит это сразу себя показать но это уже бесполезно роба видели роба не отменяется феникса производится зерк должен понимать а нет вот этого он не увидел сейчас уже становится понятно то что это скорее всего будет алын алын с колоссами 8 гейтов колосс феникса азиак только-только выходит в третью с технологиями у него не очень сейчас добавил две эволюционки а здесь пошел плюс один ломились собачки на это бесполезно вообще не кажется сейчас мясом при том большим большим кусочком мяса построится 4 феникса и после этого начнется производства колоссов будет добавлено еще плюс пара гейтов потому что при таких технологиях при таком позднем выходе в экспорт при таком не агрессивном опенинги но это должен быть алын по законам логики тут конечно харасс идет но у оверов скорость им как бы по барабану феникс и карасит не карасит такой старая кина можно забрать до забирается один все-таки феникс беги беги мать роя ты должна выжить был потерян один феникс на самом деле это не очень хорошо и какие простите но похоже прод продус решил выйти во все свои технологии с одной базы вообще во все свои технологии на самом деле сейчас неплохим нежданчиком были бы муталиски потому что фениксов перестали выстраивать и вот сейчас на 12 минуте протас выходит в третий экспант один плюс что он имеет колоссов только смысл таких ранних колоссов если ты не идешь в атаку если на тебя не идут в атаку и только все время готовится отбиваться сейчас друзья кто же думает то что это вы какой-либо заказываются ножки от вилайта о боже я думал я еще рад ну ладно поставил ты второй вилайту накосячил ну нажми на б там пары что ох уж эти безумные протасы то слетая четырьмя фениксами пытаясь что-то забрать но сейчас мне кажется заберут его минус 2 феникса на печаль беда для то сам в лейте латвилайта на его сейчас зерк добавляет шпиль он так как газа мало газы еще не добавляются пошло забегание встречают надо уходить газы не добавляется да вот пошел массовые заказа пачки пробов после будет нужно добавлять уже эти газы на третьей базе ставить четвертую самому потому что с колоссами не пробить как мне кажется колосс это эмбарб центре можно будет отбить все это разница тем более в лимите нет он большой стоит наверно посмотреть только боевые единицы вот были добавлены два газа как раз за раба количество рабов одинаковое тасс это в плюс на зерк не сильно понимает что происходит на самом деле как и я это странный свитч честное слово то есть он на хоть дальнюю сделал уже плюс вылетает характером неплохо минус еще один феникс на самом деле как мне кажется сейчас можно характерами в тупую полететь здесь немножко подбрить сталкер один мама кора по воздуху не стреляет один сталкер от нас андрея один феникс газа утоса сейчас много не будет на и теперь это феникс уже даже не для харассо для разведки просто ну-ка что у нас по грейдам 20 на 11 и плюс 1 на воздух на тут ведь делается ну ладно вообще очень странные свечи очень на вот и розерк все-таки понял то что на что-то пацану то газа то не хватит сейчас минус один колосс делается под штормом стоять не стоит куда давай на наклив подальше от сталкеров умирает два колосса остался один колосс то есть я тут уже они нормально как бы договор нормально вышло полетел вступил вот как раз убил колоссов караторами байдрэй ты вовремя определенно ну за любовь кайфортом или не кинуть фотонку а лучше рекол и фотонку ну ладно не отдается тут отдастся здесь неплохие форс лд но вот этот слишком крик умирает фотонку умирает третья база просто зерк закладывает пятую одновременно с 4 практически выходит в хайф нет в хайф он еще не выходит доделываются грейды и в принципе таким миксом войск разъездить уже заканчиваю беру душа разница по лимитам колоссальная ну честно говоря тос просто делал чушь какая-то вообще прохладная развлекуха как-то все очень поздно очень медленно и очень не вовремя но сейчас может помаситься выйти и выйти на пока вот жалко что каратор только один на самом деле уже не сильно важно 2 2 доделались у розерга пора заказывать инфестейшн хайф рабы переводится на четвертая так понимаю да или на пятую не сильно важно уже так как вот это вот сейчас просто затерпится белка включает разогрев зеркно подальше ротным фронтом и просто сминает все это умирает колосс мира 3 вайдре штурма ячок с 50 маны не поможет или пишет дубе еще становится 20 в пользу команды hd game junior и 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Что она делает? Услышал сам себя, ужаснулся Приглашают в игру Здесь надо раз со скоростью будет все в порядке Да, вроде со скоростью все в порядке И зеленый протос форвард начинает сверху в левом углу на 11 часов А фиолетовый зерк рузерк начинает снизу на 5 часах Карта, пожалуй, все-таки, пожалуй, больше тосовская Мне она на самом деле очень нравится Здесь удобно сыграть форажу Зачем, в принципе, форвард сейчас и пользуется Застройка идет сразу снизу на натурале И это хорошо для него, потому что через гильзы здесь не очень выгодно открываться Есть карты, где хорошо открываться через кейт, а есть вот такие Рузерк сразу отправляется на разведку, девятым рабочим Видимо, это уже привычка Так как есть всякие там люди, которые ставят прокси гейты И зерги отлетают Вы не поверите, но они умирают И рузерк становится на точку И будет контролить экспанд форварда А тут просто ставят форажу Да, неплохо Пилит дрончика Подпиленный уезжает и превращается в пул А пробка продолжает баловаться Хм, еще один удар она бы получила По шапке Ее похождения бы здесь закончились Ставится пилончик, но там-то идет пул Так что не страшно А зерк просто отправляется себе на третью А почему бы нет? Все же хорошо Тост отменяет пило А зерк, да, зерк стоит на третий Ничего страшного Что в принципе уже говорит о его намерении Сыграть в три хаты Пилон Он что, реально собрался застраивать? А смысл? Во-первых, здесь сейчас все чекнут Так как собаки уже строятся Во-вторых, много хаты он успеет отменить Смысла реально очень мало Да, и этот тост начинает слегка неправильно Так как Нужно продолжать После постановки фотонки строительства После построения фотонки и пилона строительства рабов Экономика в плюсе Радуются И пляшет А он Гейт После фотонки влепил И только потом пилон В результате строительство рабов затягивается Да, это наглая пробка приезжает И снова ставит пилончик Розергу уже На натурале Хотя она вроде и ставила на натурале Пилончик отменяется И того тост потерял Порядка 75 минералов А зерк потеряет время на катаниях Но не сильно Несильный минус Кибернетка 2 газа Сколько да было? 80 Нормально Да, азелот был сделан Стянка хлипкая Был бы какой-нибудь линкбаст Тулгг Сразу Въезжаем в фотонку Одновременно въезжаем в пилончик Тем самым обесточивая И гейт И Да, и идем в старгейт Ныне стандартный опенинг Для Атоса В ПВЗ Идет старгейт И старгейт Как мы видим Будет напрягать третью локацию Пытаться Напрягать третью локацию Так как зерга уже Если участвовать Что уже эволюционку Даже не надо строить Для Постановки пушки-воздушки То зерга становится напрячь Очень-очень сложно Вылетает кора Ранее кора Есть мысли то, что это пойдет в Айдрей Да, и стек идет сразу на кору Кора И да, в Айдрей пошел Будет напряг коры И в Айдреями Но Для меня ключевой вопрос Это Как Протас Использует свои 400-450 минералов Полученные Во время данного Хараса То есть Они пойдут либо в плюс три гейта Либо пойдут в экспант Третий Быстрый Я бы, честно говоря Почистил бы здесь все И вышел бы в экспант Быстрый Так как в Айдрея Эта штука такая Веселая Сколько собак Сколько собак Айфи А слов нету Нужных Подходящих Я по всему зерк понял Всю беспечность Протаса И просто Ооо Это будет жестко Это будет больно Это будет Форварда ждет боли и унижения Быстрая попытка Застроить гейт Кидается в форсфилд Ну да Прогрызается Уже здесь Одна в центре Это все не остановит Нужно Прогрызать здание В три клетки Чем сейчас Рузерка занимается О боже Ну и количество собак И они все Подтекают и подтекают Форвард пытается Выстроить стенку Но да Здесь Вайдреи уже не помогут Вот хреновая стенка И все Как бы Де-де И одними собаками Даже без бейлингов Просто Сейчас все приходит И выжирает И два Вайдреи И два Вайдреи Ничего нету Сейчас эти собаки Сожрут Нексус Эти сожрут Рабу И все Да А то что видимо Имел большие планы На выход макро Ну а как видите Стеночка подвела Хреновая стенка И вправду Хреновая очень Стеночка И собственно говоря Ждем последнего На сегодня Игрока от LightCancel Который у них остался Мне кажется То что это вроде Тоже был протас У них сегодня В Лайна Опять не протас Нет 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 Это терран Это терран Это интереснее Нет Несед geliyor 뛰 consists Нет Это достunter Ребята Нет Нет Здесь Несед Продолжение следует... 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 не крят оба игрока Розерк спасает королеву выводит на ее место другую там же в свою очередь один гиллион получил по шапке и умер вот три пирожилка что не забрали так здесь доминки сейфовые такие мародерчик, 4 морпеха еще миночки ну вот сколько минералов скопилось, ну воткни ты хотя у тебя сейчас соплайблок будет дружище нужно что-то с этим делать умрет квина нет, трансфюз трансфюз от Розерга, квина спасается отлично а это здесь управляет этой этой хатой соплайблок и один соплай всего делать что у тебя 600 минералов что ты творишь-то, а? плеер рачи, рачи уже строятся рачи копятся и это что-то будет такое скорее всего какой-то под пуш 1-1 лентарное восстановление это у нас это передвигатель с подзакопкой а это мув это мув для тараканчиков только я боюсь, что здесь все-таки Розерга ждут плеер добавляет еще два бункера у него настраивается космопорт и снова соплайблок и 700 минералов на руках уже 800 а Розерга идет вперед идет вперед, но здесь его, мне кажется, ждут и не лучшее решение отдается овер мулька разведет всего лишь одна и нужно уходить нужно уходить отсюда определенно нет какая боль а тут еще два бункера нет, ну вы зерк ну что ты делаешь ты уходи что ты делаешь делай гидролизгден делай третью хату сразу нужно это делать тут же бункера тут же мины ну хотя бы овер оверлорда приведи оверсиры точнее ну блин отдача просто просто отдача на самом деле тут сейчас еще реактора на серпорт это нету даже в принципе выходит выходит еще минки не того их уже шесть штук пять снова заманивает любые линки уууууу вот это разрядились так разрядились лимиты уже почти сравнялись или вот зря это делает Затрут зерк, зря лынет, хотя у него гриды 2-2 пошли, а у Терана что с гридами? 0-0, 0-0, и там только были добавлены 2 инжмерки, которые ничего не производят. Теран закладывает 3 СС, видимо он понимает то, что он здесь отбивается. Если так волшебно отдаваться на минных, то да, он здесь побьется. Еще минус Минка. Да, и Теран пытается навязать Драку, у него есть Конкальдивы, за чего некоторые ролики остаются сзади, но вот, да, Минка разрешается, но на второй раз удачнее для Розерга. Нужно сделать хотя бы закопочку. Ну, боль, боль, унижение и страдание для каких-то тараканов. А, вспомнил. Я же стример должен рулить стрелочками. Сейчас будет все плавнее. Сейчас все-таки умрет этот бункер, но какие красные тараканы, какие красные тараканы. Красные и бесстыжие. Лимиты вроде только... Да, лимиты сравнялись. Но Розерг уже заложил третью хату на будущее. Но если как бы продолжать так делать, продолжать напрягать, то... Ай, ну не так. Похоже, у него большая проблема с минами. Умирает один тараканчик, ну а эти два убегут. И так как тут уже прилично медиваков, нужен ДПС. Нужен ДПС, ДПС при связке с врачами выдает Гидра. Пошел Гидролизг Дэна от Розерга. Были все-таки заказаны грейды 1-1 у Терана. Добавляет Арсенал. Понимаете, что все-таки Арсенал нужен для дальнейшего продолжения строительства грейдов. У Терана все время копятся ресурсы. Какой вы ужасный человек. Да, здесь уже 2-2 грейды. Поговорю, как бы здесь. С ДПС это все фигня, честное слово. Верк. Ой, как милки расслабились. Это очень больно. Честно. Он, конечно, может здесь еще немного подраться, но... Нужна, определенно, нужна закопка. Нужна закопка в таких случаях. Просто хотя бы вот без мува под землей. Просто нужна закопка. Чтобы вот такие красные, краснощекие, бесстыжие тараканчики могли отрегенеть себе здоровье. Нужна закопка. Отбудутся 2 овера. Видимо, Розерк уже потерялся. Немножко. Вот эти милки. Хотя, оверсит есть. Так, а тут 3-я закачала. Пошли мумы. И утервано уже плюс по лимиту. И это очень печально. Добавил он блат-барака еще. Он, по-моему, перенасыщенный тут. Локация очень сильно. Смотрите, гидра очень поздно добавлена. И очень и очень много был зерг. Он отдал очень много блэск. И по всему это джи-джи. Резергу не надо что делать, молчу. Как он там сказал, подновил его ЗВП. Вот и ЗВП. Ну, этот плеер уже никак не должен отпускать победу. Преимущество очень велико. И сделать что-либо очень нереально. Особенно если вот так вот разряжать милки. Ну да, теперь он отступает в меди-маках. Нисколько закопанных мин. 11, 7, 5, 5. Это уже 18, плюс 10, 28, 29, 31. А если учесть то, что зеркало ломился дорогими достаточно юнитами, то есть не собаками, а рачами, ядрой. На эти мины, 31, это просто колоссальное количество. И да, вот пришла по гибриду Резерген. Резерг еще ПП, еще становится 3, 1. Плеер отбирает 1 сет. Посмотрим, удастся ли ему сделать больше. Так, ну, в следующем от нас идет играть. Миксер next. Пускай идет играть. Пускай идет играть. Пускай идет играть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тосу в принципе... Неплохо... Занимает третью локацию... То есть она вот... Именно вот если брать под ПВТ... То лучше занимать вот это вот в кармашечке... Неплохо здесь также олынить... Есть рампа... Что за прикол? Пишет то, что вы отключены. Прикольно, взял и выкинул просто. Прикольно, взял и выкинул. Да нет, с коннектом у меня все хорошо, странно то, что вышибло, но бнет шалит, на самом деле, батлнет шалит, политически делает такие кренделя. Да, аппарат вас начинает сверху. Желтый протас, миксер, красный тиран, плеер начинает снизу. Да, вот про эти точки. Кажется, что здесь когда-то были зелнаги на какой-то из версий карт. Здесь были зелнаги и на карте было аж 4 зелнаги, позволявшие просматривать вообще все, что на ней происходит, пожалуй, кроме вот этого воздушного пространства. Но их убрали, так как это все-таки слишком имбово. Зелнага, конечно, должна давать вижен, но не настолько большой. То есть контроль зелнаг не может давать настолько имбовый плюс. Но оставили вот эти вот места и на них очень удобно завести какую-нибудь фигню дешевую и лишение соорудить, чтобы контролировать карту. Пошел барак от плеера, от миксера гейт. Пора бы ставить газ миксером. Или это будет что-то другое? Так, один газ пошел. Мешки копятся. Второй газ пошел. Почему-то я так и подумал. Два газа от миксера, один газ от плеера. Оба их игроков газовые опенинги. Это уже интереснее, будет смотреть. Сейчас пойдет пилончик, сюда два раба, туда два раба. Надо еще кибернетку заказать. Сейчас должна быть пойти в принципе. Вот понял то, что все-таки пролетел с одним рабом и теперь два. Ну вот ошибка срывать с ближнего минерала. Отсюда идет повышенный инком, поэтому это реально ошибка срывать отсюда раба на газ. А здесь что у нас будет? Здесь пошел морпех. Морпех. Факта. Пресс-факторка. Давай. Давай. Факта. Давай, строй уже. Какой-нибудь интересный тиран. Реактор. А нафига тогда тебе еще 50 газа? Ну ладно, значит про запас был. Пошла Факта. И тиран уперся в соплей блок. Но при этом все-таки заказал Факту. Да, здесь пошел пилон. Пилон и с вероятностью куча-куча процентов. Это будет Старгейт. Место уже давно изведанное. Место уже давно излюбленное. Поэтому плеер его чекнет. А это да, это Старгейт. Остается два варианта. Что это будет? Юнит, заказанный Старгейтом. Это будет либо Оракл, либо это будет Вайдрэйк. Старгейт, 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 Старгейт. А тут Сталкер ходит. Да, на патруле. От заездов. Сивишек. Мне понравилось Старгейт здесь лепить. Здесь или совсем хочешь нагло, быстро. То здесь. Редко чекают. Или не чекают вовсе. Но если здесь плеер чекнул, то здесь бы он не чекнул. Можно поставить Старгейт вот здесь. Тоже не чекают. Видел ли? А, отменил. Отменил Старгейт, поставил Нексус. Ну понятно, чисто спалили, чисто не удался. Пошел Нексус, пошла Роба. Так, главное, что Кора есть. Теперь самое важное, это ее не потерять. Что видел Миксер. Миксер видел Газ. Миксер не видел Риперов. Значит, Миксер должен понимать то, что там факта. С факты популярные вещи сейчас дроп Минок, дроп Холбатов. Инвиз Банша. Банша. От всего, чтобы от этого подготовиться, нужен Фаст Роба и Майзер Кора на мейне. Все. Больше не нужно ничего. Пойдет сейчас дроп Минок. Да, вот. Плэр прихватил двух Минок, прихватил четырех моропехов и дропчик сейчас пойдет. Дропчик не спарится на пилоне, не должен. Давайте даже посмотрим. Нет, он облетел. Все-таки облетел. Колоссы. А, ноопс есть. Окей. Тогда окей. Нужен будет топс и нужно будет включать пушку. Опс здесь, близко, на серединке. Что успеет? Пушку нужно будет включать уже только после дропа. Дропается раз Миночка. Рабов нужно увести. Рабы волнуются раз. Минка разряжается два. Пушка включается три. Успеет Минка закопаться. Она закопалась далеко. Максимум, что она разрядится, это пробку. Подводится опс. Минка умирает. И здесь Минка умирает. Отлично. Миксер справился с Харасом, но рабов на мейне у него явно перебор. Нужно забрать отсюда как минимум четыре штуки, а лучше так все шесть. Как раз хватит, чтобы здесь заполнить газы. Дальше. А дальше, если учесть то, что от плеера это Алын, нужен быстрый колосс. колосс пошел, здесь Равен, Мариков мало, танков мало. Собственно, да. У плеера не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. А если учесть то, что здесь еще будет пушка, а пушка будет. Сейчас-то плейблок будет. Боль и беда. Печаль, беда. Миксер. Не видел базу. Ну, в принципе, наверное, можно догадаться, что будет дальше. Грамотно оставляет пробочку около выхода. И сейчас он увидит все это шествие вместе со СИИшками к себе на базу. Но колосс уже есть. Что нужно делать? Забирать это отсюда, кидать бусты в гейты, заказывать еще одного колосса. И если что, готовиться терпеть вместе с рабами. Да, нужна еще энергия на пушку. И нужно много-много делов. Лучшие делы все-таки. Гриды можно было бы отменить. Не сильно пригорят. Сидается по ДД. Поэтому нужны делы. Кого сжарят, танки сжарят. Все сжарят. Так нормально поглутить урон и отнять просто. Он миксеру нужно терпеть. Нужно терпеть, варпаться. Варпаться и терпеть. Но не отдавать. Нексус должен стрелять. Подождать кончился, можно в принципе атаковать. Я думаю. Да, учитывая, что его еще вогнало в топлайблок. Атака пошла, пошел на лом. Гвардиан шилд. Кидать ка... Чуды, которые мешают самому жилу Продосу. Кого сжарят, 8 киллсов. Все три танка умерло. Четверка не раскладывается. Супит. Да, миксер отбился. Если учесть то, что есть Нексус, уже в плюс. Пробка оставшаяся уводится на все грамотно принципе в принципе все грамота вот еще этого пацана забрать хотя уже не надо и команда жди гейм побеждает на данном клава им со счетом 41 11 забрали забрал все таки тирана резерга чуть не хватило дал кило спасибо что смотрели сегодня всем пока